Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Серпухове. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС. Один человек госпитализирован. Спасатели уточнили, на станции шли сварочные работы в ёмкости. Из-под топлива произошёл хлопок паров бензина без возгорания. Предварительная причина – нарушение правил техники безопасности. За вождением в пьяном виде должна следовать конфискация автомобиля. МВД направило в правительство предложение законодательно закрепить эту норму. Сейчас за правонарушение можно на два года остаться без прав и заплатить 30 тысяч рублей штрафа. В случае повторного задержания грозит лишение свободы до двух лет. А штраф вырастет в 10 раз. За аварию со смертельным исходом по вине пьяных водителей наказание будет ещё жёстче, следует из принятого недавно в первом чтении законопроекта. В профильном думском комитете ДМВД отбирать машину у пьяных водителей назвали не совсем понятно. И некоторые старые машины стоят значительно меньше, чем уголовные штрафы за пьяное вождение, говорят в Думе. Автоэксперты также считают идею спорной. Первый вопрос, что делать в случаях, когда человек попался пьяным за рулём чужого автомобиля, не своего, не угнанного я имею в виду, а допустим родственника, знакомого, просто машину у кого-то взял поездить или прокат взял, что угодно может быть. Отдельно ещё про каршеринг можно вспомнить. Что в таких случаях делать? То есть отнимать автомобиль у собственника, который пьяным за рулём не ездил, ну сомнительно. У нас последовательно законодательство становится жёстче, но при этом, если по статистике посмотреть, то пьяных за рулём меньше не становится. В Краснодарском крае на сопке героев погасили вечный огонь из-за нехватки денег на оплату газа. Монумент находится на территории сельского поселения Киевское. По счетам за газ местные власти должны были платить по 10 тысяч рублей в день, а в год получалось 3,5 миллиона рублей. Чуть меньше, чем бюджет всего поселения. Просили снизить тариф, но получили отказ, поэтому зажигать вечный огонь решили только по большим праздникам. Впрочем, денег нет даже на это. Но в администрации не сдались и придумали, как ещё снизить счета. Газовики выставляют счёт, не делая, конечно же, никаких скидок, то, что это мемориал, и просто считают из расчёта объёма форсунки, которая там горит. Мы решили всё-таки уменьшить объём самой форсунки, трубы, чтобы, соответственно, и газовики немножко выставляли другие счета. Работы произойдут в течение месяца, и тогда для бюджета поселения это уже будет посильно. Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом через 6 лет, то есть точно будет избираться на второй срок. Об этом он написал в своём твиттере, комментируя статью газеты New York Times о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank. Процитируют Трампа. Газета испустит дух к тому времени, как я покину должность через 6 лет. Забор на предполагаемом месте строительства храма в Екатеринбурге снесут. Об этом сообщили в фонде Святой Екатерины, который был инициатором строительства. Там добавили, что после демонтажных работ начнётся восстановление сквера, который очень сильно пострадал из-за протестных акций. Как сообщают местные жители, демонтаж уже начался, из сквера вывозят технику. Забор появился у городского драмтеатра 13 мая. После этого начались протесты местных жителей, которые были недовольны выбором площадки для храма. Они несколько раз пытались снести ограждение, после этого строители возвели капитальный забор. На акциях было задержано несколько десятков человек. На ситуацию отреагировал Владимир Путин. Он сказал, что необходимо узнать мнение горожан. Мэрия вышла с активистами на диалог. Власти решили предложить несколько альтернативных площадок. Горожане также могут внести свои варианты того, где надо построить храм. Опрос проведут в ближайшие три недели. Его результаты будут обязательными к исполнению, заявил мэр. Активисты требовали провести референдум, поскольку итоги опроса обычно носят рекомендательный характер. Что ж, на этом у меня всё. Далее обзор спортивных событий от Егора Белова. Скандал в грузинском футболе. Антикоррупционное агентство службы госбезопасности страны арестовало 11 футболистов. Их подозревают в проведении договорных матчей. Задержанные игроки представляют три клуба. Чиатура, Гурия Ланчхуте и Вит Джорджия. Ещё три спортсмена завершили выступление. По данным пресс-службы агентства, с футболистами связывались члены организованной преступной группы. В обмен на определённую сумму, игроки позволяли команде соперника победить с заранее согласованным счётом. Сообщается, что, используя эту схему, футболисты заработали в общей сложности 34 тысячи долларов. Подозреваемым грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. Красно-белые укрепляют тылы. Московский «Спартак» намерен до конца мая завершить сделку по покупке вратаря Тульского арсенала Михаила Ревашова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Переход могут оформить после одобрения со стороны Совета директоров «Спартака». По данным источника, контракт с голкипером будет рассчитан на 5 лет. Сумма сделки составит 1 миллион евро. Такая цифра прописана в соглашении вратаря с «Арсеналом» в виде отступных. Левашову 27 лет. Сообщается, что в случае перехода в «Спартак» он будет конкурировать с другим голкипером клуба Александром Селиховым. Другой страж ворот команды, 21-летний Александр Максименко, может уйти в аренду. В текущем сезоне российской премьер-лиги Левашов провел 15 матчей, 5 раз сумев оставить свои ворота в неприкосновенности. Продолжаем футбольную тему. Полузащитник курского авангарда Дмитрий Коробов подозревается в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает «Матч ТВ». Сегодня стало известно о том, что один из игроков в футбольной национальной лиге провалил допинг-тест. Данные представило российское антидопинговое агентство и направило их в Российский футбольный союз. РФС уже начал расследование. Имя игрока официально не называют. Но по данным «Матч ТВ» это 24-летний Дмитрий Коробов, ранее выступавший за Сибирь, «Факел» и «Урал», а сейчас представляющий «Авангард». Сообщается, что Хаббек не полетел вместе с командой на матч против Сибири, состоявшийся 19 мая. Пока это все о спорте. Я Егор Белов, а заводится на РБК. И будьте в форме. Это РБК и программа «Что это значит?». Мы не рассказываем новости, мы разбираемся, что это значит для каждого из нас. Владимир Зеленский, президент Украины. Теперь официально. Наконец прошла церемония инаугурации. Ну, случилось, иначе не сказать. Чуть меньше месяца прошло с момента победы Владимира Зеленского на выборах до его вступления в должность президента. Команда Зеленского обещала некие фишечки во время церемонии. Они были. Чего стоит способ, который новый украинский лидер выбрал, чтобы добраться до Верховной Рады. АПЛОДИСМЕНТЫ Внутри Верховной Рады все было по стандартной схеме. Вдоль почетного караула новоизбранный президент направился к залу заседаний. Там его встречали председатель Центра избиркома, который еще раз объявил результаты выборов, и глава Конституционного суда, которая принимала присягу у Зеленского. Клятву он приносил на Конституции страны и старинном Евангелии, первом из напечатанных на украинском языке. О решениях, принятых Зеленским в первый же день на посту президента, мы сейчас поговорим. В студии к нам присоединяется Богдан Беспалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Я бы хотел вас сразу немножко поправить. Перестапницкое Евангелие было написано не на украинском языке, а на западно-русском, и написано в самом Евангелии о мове русской, что оно переведено с болгарской на мову русскую. Спасибо, спасибо, Богдан Анатольевич, это действительно любопытный такой штрих. Но, все-таки, давайте вернемся к инаугурации, даже не к самой церемонии, много сегодня ее обсуждают, но действительно такая интересная вышла инаугурация, было любопытно за ней наблюдать. Веселая. Как скажете. Но это не я, это поруби, так скажу. Главная новость, наверное, этого дня, все-таки, распуска Верховной Рады. В чем вы видите смысл объявления об этом вот сегодня? Ну как, в принципе, совершенно очевидно, что вновь избранный президент Зеленский будет радикальным популистом. Но поскольку он человек культуры городской, он русскоязычный, в принципе, абсолютно, его жена даже не знает слов гимна, это было заметно, кстати, по видеотрансляции. Он, как человек радикальной, простите, как человек городской культуры русской и радикальный популист по своему политическому призванию, он стремится изображать из себя президента Голоборотик. А для этого нужно разбираться с парламентом тут же, на месте. Богдан Анатольевич, вы достаточно риски в своих оценках. Мы с вами дважды после первого и второго тура выборов на Украине здесь собирались, и тогда, ну, как-то думали, чего ждать, как он себя проявит. Такое ощущение, что за этот месяц вы уже поставили ему оценку совершенно. Да, да, я поставил ему оценку на нынешний момент. Это радикальный популист. Просто раньше мы все считали популистом Олега Лешко, но это человек с сельской культуры. Вот он и проявляет себя в сельском таком виде, там, вышиванки, вилы, коровы-навоз, там, вот это такой говор, говорок сельский, там, так, да, зацикленность на мове. Даже сейчас, во время инаугурации, он понимает, что они понимают украинский язык, там, жители Донбасса имеются в виду. Нынешний президент Зеленский, безусловно, играет роль Василия Голобородька. Мы смотрим в прямом эфире на Украине реалити-шоу, простите, вот этот вот «Слуга народа». Просто это все воплощается в жизнь. Быть за рамки сценария можно в любой момент, поэтому я бы не стала, может быть, сейчас каких-то диагнозов все-таки определенно сказать, что дальше будет. Понимаете, и в сериале, и здесь, в принципе, в сценарии участвует сам Зеленский, это несомненно. Но вся его речь, все вот эти посылы, что президент это все мы, мой сын, вот это все, это настолько все, на самом деле, в общем-то, ну, откровенно популистские, и настолько является стремлением завоевать и сохранить симпатии населения, что совершенно... Это цель любого политика, нет? Нет, простите, это цель любого политика, но ни один из действующих политиков никогда не использовал таких инструментов. Ни один из политиков не играл персонажа из сериала. Может быть, мы видим новый способ, как раз новое лицо политики? Ну, тогда, наверное, через несколько сроков мы увидим уже анимационного персонажа на посту президента Украины. Не знаю, Гриффина, Питера Гриффина или кого-нибудь еще. Почему анимационное? 3D еще есть. Ну, ладно. Не будем углубляться. Давайте, да, давайте все-таки вот посмотрим о сути вот этого решения, о распуске Рады, да, это было такое яркое, громкое заявление. Вы смогли понять, потому что вот сейчас все годы, это я не могу разобраться до конца, обошел все-таки Зеленский вот это условие, что у Рады 30 дней на формирование новой коалиции или нет? Его, в его штабе говорят, де-факто коалиции не существует уже два года, да, его противники говорят, де-факто коалиции не существует с пятницы. У нас есть еще месяц на то, чтобы сформировать новую коалицию, новое большинство. Буду краток. С моей точки зрения, Зеленский в соответствии с законами Украины право распускать парламент не имел. Именно потому, что коалиция существовала де-юре, именно потому, что у парламента был месяц на формирование новой коалиции. А с другой стороны... Ну, то есть, и был есть у него этот месяц, получается, положительный рынок. Но, с другой стороны, оспаривать решение указа президента, уже действующего, не совсем понятно как. Наверное, только в суде конституционном или в каком-либо ином, верховном. И это можно делать только уже после распуска парламента. То есть, фактически, получается некое вроде тупик. Он все равно распустит парламент, а потом идите и обжалуйте. А как он сейчас распустит? То есть, сейчас не могут обжаловать? Сейчас не могут. Нет процедуры такой. А после распуска, если, соответственно... То есть, это решение может быть, ну, теоретически, отменено задним числом? Я не думаю, что оно будет отменено. Сейчас, совершенно очевидно, Зеленский стремится весь свой успех на президентских выборах, все эти рекордные 73%, обратить максимально в успех в выборах в парламент. По оценкам, он может занять от 40 до 50% мест в парламенте. Это очень много. Это только его партия. Соответственно, он сможет уже навязывать свою волю другим партиям. И либо угрозами, либо шантажом, либо какими-то договоренностями, заставить их создать большинство ему, президенту Зеленскому, лояльное. Вы разделяете эти оценки от 40 до 50 мест в парламенте? Да, конечно. Если выборы будут сейчас... Если выборы пройдут там через два месяца, когда-то в июле, 14 июля, по-моему, они должны пройти. Ну, любимый персонаж. Посмотрите, он делал зарядку в Мариинском парке демонстративно. Он шел пешком в Раду, в анаугурацию демонстративно. Он демонстративно отправил в отставку сразу несколько человек. Хотя, вообще-то, они по идее должны сами написать заявление об отставке. Он, по большому счету, очень четко играл именно того самого персонажа, о котором мы сегодня так много говорим. Ну, либо исполнял свои обещания и намерения, о которых он говорил до выборов. Исходя из его заявлений, совершенно непонятно, как он собирается поднимать уровень жизни, например, на Украине. Украина должна выплачивать масштабные выплаты в 2019-м, в этом, текущем и в следующем году. За счет чего он их будет выплачивать? Это обрушит, соответственно, бюджет Украины. В 2019-м году в конце заканчивается договор по транзиту. Если российский транзит исчезнет или уменьшится до каких-то там краткосрочных обязательств, то тогда 3 миллиарда долларов тоже испарятся в качестве поступления в бюджет Украины. Как он собирается останавливать войну на Донбассе, при этом объявлять, что он не потерпит потери территорий? Он совершенно не понимает сути, или делает, ведь что не понимает, сути минского и нормандского формата. Как это все решать? Совершенно непонятно. Очевидно, что он будет обещать и дальше. Он будет и дальше играть вот в этого народного президента. Но что будет происходить в реальности, мы увидим уже скоро. Кстати, на ваш взгляд, попытается ли, если, ну сейчас с услагательным наклонением будем говорить, если Зеленский действительно формирует большинство в парламенте после досрочных выборов в Верховную Раду, попытается ли он нарастить, увеличить свои полномочия, может быть, даже у него и сейчас, как президента, даже без большинства в Раде есть право на всеукраинский референдум, изменить конституцию с парламентско-президентской на президентско-парламентскую? Или не нужно будет это формализовывать, потому что по факту это так и будет? Если его, скажем, человеком доверенным или, скажем так, человеком, который будет в одной команде с Зеленским и в опоре на те силы, которые стоят за Зеленским, будет тот же самый человек, то есть из этой же партии, из этой же команды, то менять полномочия не нужно, менять конституцию не нужно. И президент, и премьер будут в одной команде. Они все равно будут работать на те политические силы и на финансово-экономические группы, которые в них вложили деньги. А если у него вводят свой парламент, свое большинство, то он сможет оказать влияние на назначение нужного человека на пост премьер-министра. Да. Ну, всего кабинета, конечно. Да, как раз об этом хотел сказать. То есть большинство в Раде даст Зеленскому возможность влиять и на исполнительную, и на законодательную власть. Да, да вообще на все ветвы власти, по большому счету. Он же может и генпрокурор назначить. Но все-таки я немножко усомнюсь вот в этом прогнозе о том, что Зеленский так слет получит большинство Верховной Ради. Потому что о намерении участвовать в этих выборах, я уверена, что не отказываются ни Порошенко, ни Симошенко, например. Порошенко пройдет в этот парламент. Ему дают примерно 10-12%. Туда пройдет и партия Рубиновича Бойко-Медведчука. Туда, по оценкам некоторых политологов, пройдут еще две партии, которые раньше в парламенте не были представлены. Это партия Игоря Смешко и партия Анатолия Гриценко. А ряд партий оттуда вылетят, как и упоминавшегося уже сельского популиста Олега Лешко, например. Пятипроцентный барьер не все преодолеют, да. Но в любом случае, путем торга, угроз, шантажа и, главным образом, конечно же, каких-то договоренностей, я думаю, что он сможет сформировать себе лояльное большинство. Путем досрочных выборов. За всю речь ни разу Зеленский не упомянул Россию. Сегодня многие на это обратили внимание. Почему, как вы считаете? Я думаю, что Зеленский, он, в принципе, гениальный шоумен. Он очень хороший актер. Он себя чувствовал именно в центре внимания вполне привычно, как и на дебатах. Прежний президент к месту и не к месту упоминал Россию. Поздравляет с Новым годом, он говорит о российской агрессии. Поздравляет с Пасхой, он тоже говорит о российской агрессии. Людям это уже надоело. Естественно, что запрос на мир в том числе увязывается и со всей этой агрессивной милитаристской риторикой. Но, тем не менее, у него все равно проскальзывали определенные моменты, что мы не потеряем территорию, мы вернем Крым. Это тоже достаточно агрессивно. Другое дело, что, конечно же, у него постоянно проскальзывают определенные элементы в поведении или в речи, которые каждый расценивает как определенный посыл в свою пользу. Ну, например, то, что он иногда переходит на русский язык. Это ни о чем не говорит. Пока что он не отменил закон последний, который подписал Порошенко об обеспечении мер по функционированию украинского языка как государства. Если он его отменит, да, это реальное какое-то действие. Но все пока стремятся увидеть какие-то сигналы, какие-то символы, какие-то слова, которые могут быть... Которые новый президент щедро рассыпает. Да, и смотрит уже на знаки, которые там, например, то, что с подушечкой упал удостоверение президента и так далее. Но если он, в принципе, выдержит, то я думаю, что, конечно, мы увидим очень много интересного. Спасибо. Спасибо, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России в программе «Что это значит на РБК». Спасибо большое. ТРБК программа «Что это значит?» Каждый вечер 7 дней в неделю в 18.45.